Благодать и мир вам, дорогая Церковь Христова! Дорогие братья и сестры, которые находятся здесь, в Доме Молитвы, дорогие наши братья и сестры, дети наши, друзья наши, которые находятся с нами в прямом эфире. В четверг, когда мы в первой половине дня собрались с братьями-служителями, у нас был хлеб, который благословили, преломили. Было вино, которое благословили и разливали в контейнеры. И потом наши братья и сестры приезжали, и каждый на семью свою, на друзей, на родных могли повезти. А вечером мы имели общее собрание, воспоминания страданий Иисуса Христа и смерти Его. А ну, знаете, приятно было наших братьев и сестры видеть, хоть издалека в машине, но, я думаю, все мы ожидаем, когда мы соберемся вновь в Доме Молитвы, порадуемся, видя лица друг друга и вместе прославим нашего Господа. Тот, который, мы вспоминали о Нем, страдал и мученически умер на кресте Голуговском, и Его похоронили. А сегодня, с раннего утра, сердце детей Божьих наполняет радость другая. Радость, что Иисус Христос мучим, распятый, умерший. Воскрес, братья и сестры, Христос воскрес! По истину воскрес! Христос воскрес! По истину воскрес! Христос воскрес! По истину воскрес! Слава Ему! Дорогие друзья, перед нашей молитвой я хочу поделиться словом кратко. И в основании я взял вместо Священного Писания, которое записано, первое послание Коринфянам, первая глава, восемнадцатый стих. «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божия!» Я назвал свою проповедь «Слово о кресте для нас, спасаемых, сила Божия!» Наш дом молитвы не украшен, как обычно, на Пасху. Когда мы приходим, то видим там крест некрасивый, и на нем только остался символ. Он пуст. Терновый венок и белая ткань, а на нем нету Христа. Апостол Павел, обращаясь к Коринфянам, говорит, «Слово о кресте! Для нас, спасаемых, сила Божия!» Крест он был уродлив, он был ужасен, он был позорным, проклят всякий, вещащий на древе. Так слово говорит. И именно крест Бог, предвидя, избрал в плане спасения человечества. Крест был сокровенной тайной, которую Бог Отец предназначил прежде веков для нашей славы. Придет время, когда все Божье создание возвеличит и прославит Бога и Агнца. Когда мы открываем книгу Откровения, 5 глава, 13 стих повествует, 12 стих повествует, которые говорили громким голосом, «Достоин Агнец, закланный принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение, и всякое создание, находящееся на небе и на земле, и под землею, и в море, и все, что в них, слышал я, говорила, сидящему на престоле и Агнцу, благословение и честь, и слава, и держава в веки веков. Это событие будущего». А сегодня в небе славится наш Господь Иисус Христос, Который был казнен, принял смерть, воскрес, вознесся и одеснуя Бога. Сегодня на земле Церковь Христова славит Бога, возвеличит имя Его, потому что из всех казненных за все человечество был единый, невинный, казненный, святой, праведный Сын Божий Иисус Христос. Только из всех казненных за все века один воскрес, первенец из мертвых, Иисус Христос. Но в плане Бога в этой главе, в первой послании Коринфянам, 30 стихом апостол Павел пишет такие слова. «От Него и вы, во Христе Иисусе, Который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением, и искуплением, чтобы было, как написано, хвалящийся, хвались Господом». Что необходимо было для человеку, Адаму и Еве, которые общались с Богом, а потом разделение, стена, согрешившим? Что необходимо для потомков Адама и Евы, для тебя и меня, дорогой брат и сестра, для каждого человека, живущего, это спасение, примирение с Богом. Именно Христос на кресте Голговском совершил это примирение. Он стал для нас искуплением. Он купил нас. И цену искупления мы вспоминали в четверг, когда склонялись перед Иисусом Христом и славили Его. Но Он восстановил наши отношения, даже не подобно, как Адам и Ева имели отношение с Богом. Он соделал намного большее. Апостол Павел здесь говорит «и освящением». Он освятил нас, соделал возможным нам стоять пред Богом и обращаться к Нему. Мы освящены, мы представлены Богу. Более того, мы святы во Христе Иисусе и имеем доступ к Богу. Ну и это недостаточно. Бог соделал намного больше. Он назвал нас во Христе Иисусе, который сделался для нас премудрище от Бога праведностью. Дорогие братья и сестры, день искупления твоего и моего Господь нас сделал праведными. не по нашим делам и заслугам, ни в коем случае, по делам и заслугам нашим нам смерть мученическая может быть хуже, чем на кресте Голгофском, а праведностью Иисуса Христа. И Он надел нас в одежды праведности. Мы пред Богом можем предстоять, мы можем к Богу обращаться. И более того, Адам и Ева этого имени имели. Мы имеем возможность, мы имеем право назвать Бога Отцом, потому что мы дети Его. Через возрождение Духом Святым мы сонаследники неба. Он первенец, а потом дети Его. Каждый в своем порядке. Дорогие братья и сестры, спасение, которое даровал Иисус Христос, оно предлагается каждому. Всякий, верующий в Него, имеет жизнь вечную. И эта жизнь начинается у креста Голгофского. Каждый человек нуждается в мудрости. Апостол Павел говорит здесь, что вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога. Когда мы находимся во Христе, Он дает нам мудрость свыше. Он просвещает нашу жизнь, дает нам свободу и показывает нам будущность. «Дорогой друг, если ты находишься в состоянии души твоей искания Бога, у тебя много вопросов, вопросы о вечности, о будущности, о спасении, тебе нужно идти ко Кресту Голгофскому. Там начало новой жизни». Дорогой брат и сестра, если в жизни твоей много вопросов, ко Кресту можно прийти всегда. У Креста Голгофского взглянуть верою на Христа страдающего, и нам приходят ответы на многие вопросы, и это возможно сделать всегда. Дорогой брат и сестра, может, ты идешь по пути жизненному, и у тебя много переживаний, скорбей, трудностей, печали, и тебе не с кем поделиться. Приди ко Кресту Голгофскому, там тот, который был искушаем во всем, и он может помочь, он может понять, и он может дать реальное успокоение, умиротворение и надежду. Это происходит у Креста Голгофского. Дорогие братья и сестры, на взгляд сегодня направлен на Крест Голгофский, но мы не поклоняемся Кресту. Это страшное орудие казни. Мы поклоняемся тому, который был на Кресте. И он заповедал детям своим, последователям своим, когда мы преломляем хлеб и берем вино, он говорит, сие творите, вспоминая смерть мою. До того часа, когда он придет за церковью. Мы вспоминаем всякий раз, глядя на Крест Господа нашего Иисуса Христа, который вместо предлежащей ему славы претерпел Крест страдания, пролил кровь, которая омыла грехи наши, и воскрес из мертвых, восстал и детям Божьим, последователям, омытым, очищенным, искупленным, освященным. Жизнь дается прекрасно здесь, на земле, и мы можем наслаждаться ею. Нам дается жизнь вечная во Христе. Смерть и ад нам не страшен, потому что мы если умрем, оживем и вечно будем со Христом. Это великая радость детей Божьих, которую никто не может отнять. Христос отделал нас наследниками неба, чтобы мы наслаждались здесь земной жизнью, чтобы мы прославляли имя Его Святое, и чтобы мы распространяли свет Евангелия для окружающих людей, чтобы мы здесь на земле живя, провозглашали победу Его, Царство Его, которое распространяется, и были свидетелями, чтобы Царствие это распространялось. Всякий раз, когда наш взор направлен на Священное Писание, и вот как мы прочитали слово о кресте для нас спасаемых, сила Божия, в любых искушениях жизни нашей, дорогие братья и сестры, мы имеем гарантию победы, потому что Христос победитель, в руках Его ключи ада и смерти. Он Духом Святым живет в наших сердцах, Он руководит, управляет нами, и Он дает нам победу. В любых искушениях, испытаниях мы можем Словом Божьим, кровью Его пролит на кресте Голговском, силой воскресения победить, и дьявол отступит. И мы имеем жизнь вечную после жизни здесь на земле. Всякий раз, когда мы слышим слово о кресте, когда мы рассуждаем о нем, мы вспоминаем, видим, провозглашаем победу Иисуса Христа и поклоняемся Господу нашему, Иисусу Христу, который достоин славы во все дни жизни Церкви на земле и вечности. Бог наш, умерший, воскресший и сидящий одесную Бога. Ему слава и честь ныне и вовеки. Аминь. и вовеки. Аминь. Аминь.